Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вы помните, что он ему сказал? Отпусти народную Отпусти, сто процентов А для чего? Чтобы мы могли совершить праздник в Пустыне И фараон говорит Что такое праздник, шмазник Ваш народ сам по себе И вашего Бога не знаю И тогда Маши Роя Отпусти, принести жертву И потом Когда фараон все-таки Был достаточно напуган Он ему говорит Маши Роя Ну ладно, я согласен Я согласен Ну вы выберете Надо вам принести жертву Приносите Какой разовод? Ну принесите ее здесь В нашей земле В нашей Родной гипетской земле Все Все будет хорошо И вы помните Что он вошел ему ответит Говорит Нельзя этого сделать Ибо отвратительно Для египтян жертву Приношение Наших Господу Богу нашему Если мы Отвратительно Для египтян жертву Станем приносить В глазах их То не побьют Они нас к нам Мы пойдем в пустыню На третьем пустыне Приносим жертву Господу Богу нашему И помните Что ответил фараон Он говорит Ладно Так уж Принести жертву Господу Богу нашему В пустыне Только не уходите Далеко Только не уходите Далеко Очень Как-то мне показалось Сегодня утром Это Так Интересно И симптоматично Потому что Здесь Как бы сталкивается Понимание фараона И понимание Бога Израиля Некоторых отношений А учитывая Что Вообще-то Все следующие разы Когда Маши Ярог Нему Приходили Они Ничего не говорили Про праздник Даже по большому счету Не говорили Про жертву А говорили Про служение Как и сегодня Здесь читалось Если вы помните Да Мы Из секретного места Ширы Переслушали Поэтому Мы хорошо Запомнили Я надеюсь Что все Кто здесь Слушал Тоже Запомнили Поэтому Говорим Сейчас Вместе Общих Вещах Правда И Вы знаете Вот Насколько У нашего Бога Все Соединено И Одна Сторона Нашей жизни Дополнение Другой Насколько Наш Господь Хочет Чтобы Мы Все Служили Ему Это Раз Насколько Сильно Он Хочет Чтобы Мы Все Были Готовы На Жертву В этом Служении Два И В то же Время Он Просто Очень Сильно Желает Чтобы Это Было На Нас Праздник Но Разным Фараонам Непонятно Как это Вообще Служение Богу Может быть Праздник И Они Они Готовы Представить Себе Что Служение Вот Этому Загадочному Богу Израиля Это Тяжелая Жерва Это Они Могут Представить И В принципе Именно Такое Представление Этот Мир Разными Благами Навязывают Детям Божьим О том Что Служить Богу Это Постоянные Мучительные Жертвы Которые Лишают Радости Лишают Радостей Нормальных Людей Которые Лишают Возможности По-настоящему Получать Удовольствие От Этой Короткой Жизни Опустошают И Загоняют В пустыню И К сожалению Очень много Очень много Верующих Одни Живя с Богом И Вроде бы Идя за Богом Уже Длительное Время Они По-прежнему Находятся Вот В этом Представлении Что Слушай Богу Жертвы 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 И Некоторые Люди Постоянно Заставляют Себя Быть верными Богом Именно Потому Что Этот Чудесный Аспект Праздника Так и Меня Открылся Сейчас Есть Возможность Поднять Голубу К Господу И Хотя бы Слегка Улыбнуться Потому Потому Что Так Хочется Увидеть Улыбки На Ваших Благословенных Лицах Просто Плодитесь Богом Если Тяжело Улыбаться Видимому Богу Можно Улыбнуться Видимому Брату Видимой Сестре Так что Вы можете Полюнуться Друг 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 Если Стыдно Улыбаться Друг Друг В Святом Месте Вы Можете Зажми Глаза Это Сделать И Улыбаться И Слепую Улыбаюсь Пусть Думают Обо Мне Все Что Угодно Я Улыбнулась Так Я Привисую Эту Жертву Общадельности И Меня Поражает Вы знаете Одна Интересная Вещь Как Это Получается Что Ультра Ортодоксальные Иудеи Они Могут Служить Богу Израиля По своим Понятиям Не зная Машеха Не будучи Рожденными В Духе Святом Не имея Руага Кодыш И многого Другого Они Тем не менее Могут Служить По своему Религиозным Понятиям С радостью С весельем Ультра Ортодоксальной А Ортодоксальные Христиане Даже боятся Лишний раз Уждусь Я помню Как отзен Иностранную Делегацию Нас попросили Повести Киево-Печерскую Главу Это Мать Монастырей Русский И когда Они там Ходили К ним Подошел Монах И сказал У нас Здесь Не улыбается Это буквально То что Он Сказал Этим Наглым Американцам Которые Осмелились Ходить По святой Земле Русской С улыбками Ну ладно Ортодоксальные Христиане А не Ортодоксальные Христиане Очень часто Тоже Каким-то Странным Образом Идусь И так Как будто Если поставить Их рядом И Ортодоксальных Хилгея Ну я Не особо Имею ввиду Литваков Вы же понимаете Что больше Имеет Вы хотели И Конечно Наши Протестантские Христиане Очень часто Дадут Воль В участии Ортодоксальной Стики А Господь Начал С того Что посла Машери Народных Фараон Он сказал Отпусти Народ мой Чтобы они Совершили Мне Праздник Отпусти Фараон Не понял Фараон Вообще Считал Что ради Какого-то Праздника Куда-то Идти Это вообще Безумие Ну это Мой Монетраж Но Когда с ним Заговорили О жертве Служения В конечном счете Ну это Как-то До него Дошло Он понял Что Тяжело Будет Израилю Уже Что если Я Я понял Что Буду Слушать Господа Я Во-первых Представлял себе Это служение И мою жизнь Как такую Знаете Пресную Опустошенную Пустынную Пустынную Близко Близко Моя Кончина Кадусы Загляли мы Вот в тот Период По Киеву Я не совсем Ясно Представлял себе Как мне Покаявшемуся Теперь С моим Дуаром Не допокаявшемуся Общаться Шли Молчали Потом Поворачиваться И говорит Пури Еще что Я тебе что-то Спрошу Расспрашиваю Он говорит Я так понимаю Что Смеяться Тебе Уже Нельзя Я честно Признаюсь Он меня Поставил В тупик Потому что Я тоже Подозревал Что-то Подробное Я тоже Так Знаете Я точно Еще не Выяснил Этот вопрос И Я не был Таким смелым Как мой Друг И Я его Не задавал Но Как бы Видя лица Моих Братьев и Сестер Я понимал Что Скорее всего Смеяться Дело Некошерное Вот Я Замялся И говорю Ну Понимаешь Понимаешь А потом Вспоминая Этот разговор Говорю Знаешь Что Мне это Напомнило Говорит Когда Ты Замялся Ты Понимаешь Ну Старшее поколение Помнит Фильм Адитант его Превосходительность Кто помнит Фильм Адитант его Превосходительность Ну Понятно Ты же Попыток Объяснить Молодежь Я не буду Делать Беспешно Там Такая Сцена Там Был Мальчик Сын Белогвардейского Офицера Который Попал На воспитание К нашему Большевицкому Разведчику Встань Врага Который Играл роль Тоже Белогвардейского Офицера И тот Его Как бы Наш Разведчик Рог Пригрел Но это Однажды Вечером Когда они Уезжаться Спать Мальчик Вдруг Со своей Койки Спрашивает Павел Андреевич Вы Шпион И вот Ответ Был Такой Понимаешь Видишь Видишь Юрий И вот Я примерно Вот так Замялся Не знаю Что ответить Подозреваю Что действительно Смеяться Мне нельзя Шутить Тем более И Как-то Мне надо Набраться Сил На Дайте Будет Жизнь До конца И как-то Мне надо Будет Все Это Вот В пустыне Приносить Жертвы И служить Богу До упора Самое Смешное Что Вот это Все Мое Понимание Откуда Было Почерпано Оно Было Почерпано Из Мирских Карикатур На Жизнь Верующих И на Бога Самого И Из Некоторых Религиозных Книжек Которые Я Вдруг Время Не успел Прочитать Каких Опять же Ортодоксально Христианских И Некоторые Иудейская Литература Потому что Первая Литература Которая Читала Самая Издатская В 70-х Годах И Здесь Издатская Была Иудейская В том же И Как ни странно И Другие Описывали Жизнь Верующих Как Непрерывное Перетягивание Канада И Тягание Тяжелых Межсков За собой И Вы знаете Самое Смешное Что Не только Фараон Тогда Но и Сам Израиль Сам Израиль Видимо Представлял Себе Так Жизнь Со Своей Бог Поэтому Маше В основном Израил Описывал Будущее Обитованное Земле Текущее Молоком Имена А Фараону Потом Говорил Только Про Служение И Когда Израиль Вышел В пустыне Вы помните По Их Представлениям У них Начались Проблемы По Их Вере Начались Испытания И Так Часто Бывает Что Верующие Которые Входят В новую Как бы Жизнь Имея Старые Представления Имея Старые Образы Имея Старые Понятия О том Как У него Все Религиозное Должно Быть Они Потом По Этой Странной Вере Получают То Что Они Себе Представляют Но Когда Они Получают То Что Они Себе Представляли Как же Так Как же Бог Мог Такое Допустить Где Этот Машек Куда Он Нас Ведет Где Сладкая Вода Где Мняса Где Колобасы Где Вы Знаете Друзья И Я Еще Воды Обнаруживал У себя Подобные Как В советское Время Говорили Перешитки Прошлых Родимые Пятна Безбожного Прошлого Или Религиозных Отделок Под Реальную Жизнь Но Бог Меня Не оставлял Даже Кого Не оставляет Никого Светлого Он хочет В реальности Открыть Нам Такую Жизнь В нем Которой Праздник Божий Всегда Присутствует Независимо От обстоятельств Есть Целый ряд Целый ряд Мест Писания Которые Говорят Об этом Целый ряд Мест Писаний И Мы можем Например Открыть Второй Коринфян Второй Главу Четверо Списи Там Одно Из Таких Замечательных Мест Где Говорится О том Что Наш Господь Всегда Любых Обстоятельств Дает Нам Рождествовать Праздновать Его Подъем И Когда Мы Это Делаем Ароматы Благоухарного Познания Его Распространяют Через Нас На Всяком Месте Не Только На Благоприятных Местах Где Вокруг Другие Распространяют Стречные Ароматы Например В общине Сейчас Где Так Или Иначе Но Благоухарное Божие Струится Через Разных Божьих Детей И Тут Букет Такая Клумба Собрана Разных Цветов Божьих Многие Но И Не Очень Благоприятных Местах На Всяком Мест Во Всяком Праздновать Его Победу Потому Что В Синодальном Переводе Там Написано Просто Торжествовать А В оригинале Этого Послания Амрав Шауль Описывает Триумфальную Победоносную Праздничную Процессию Которую Всем В Римской Империи Тогда Было Известно Он Использует Слово Триумф Это Сейчас Это Нарисательное Тогда Это Обозначало Как раз Самый Такой Крутой Победоносный Праздник Когда Император Победил Опасного Врага Армия Рима Сокрушила Полчища Врагов И С огромными Трофеями Император И его Армия Возвращаются В Рим И Весь Рим Празднует И торжествует А Император Идет Его Везут В колеснице Несут Трофеи Тругат Трубы И Знаете Какая важная Часть Этого Триумфа Была Когда Весь Народ Который Считал Себя Гражданами Рима Которые Были Гражданами Рима Они Торжествуют Они Пляшут Они Поют Они Играют На разных Инструментах И Обязательная Часть Были Обязательная Часть Такого Триумфа Были Шуты Которые Танцуя Разрекали Народ И Напоминали Императору Что он всего лишь человек Интересно Обязательно Часть Таким образом Во время этого Триумфа Все Граждане Рима Они Ощущали Себя Причастными К этой победе Даже Если Только Небольшая Армия Воевала Но Все Граждане Считали Себя Победителями Которые Будут Пользоваться Плодами Этой Победы И там Было Две Формы Торжества Более Скромная Как бы Ослабленная Форма Назовалась Авация А высшая Форма Триумф И вот Апостол Как раз Использует В выражении Триумфа Что Господь Всегда В любых Обстоятельствах Дает нам Праздновать Триумф Нашего Царя Над Всеми Силами Тьмы Зла Над этим Миром Грехом И Шествовать Радостно И весело В его Триумфальной Процессии И когда Мы это Делаем Не скрыто Не Тихонько Тихонько А там Все Граждане Были Призваны Делать это Шумно Во время Триумфа Когда мы Это Делаем То Через нас Распространяется Невидимое Благоухание Познание Близкого Знания Того Господа Который Наш Победитель Наш Царь Наш Триумфа Наш Спаситель Наш Защитник И так Далее И вы знаете Очень хочется Чтобы Каждый человек В этой драгоценной Общине И каждый человек Во всех Общинах Израиля Действительно Во-первых Ощущал себя Полноценным Служителем Божьим Личным Слугой Всевогущего Бога Абрама Ицхакаятова Потому что Мы все По факту По факту Своего рождения Свыше Мы все Сделаны Им Царственными Священниками И В Новом Завете Исполнилось То Что Бог В свое Время Запланировал Для всего Израиля Но Из-за Непонимания Великого Праздника В пустыне И Непонимания Того Насколько Важно Взойти На гору В прямую Близость Единственного Единого Бога Израиля Народ Потерял На время Эту благодать И тогда Богу пришлось Выделить Колено Левия Из колено Левия Выделить Род Аарона И Таким образом Народ Разделился На три Составляющих Каганин Священники Левия И Остальные Израильтяне И вот В Новом Завете Каждый Божий Ребенок Уже Священник Причем Царственный Священник Не Не Каждый Призван Служить Богу И Об Бога Божьему Народу И Во Во Вторых Так Хочется Чтобы Каждый Кто Принял Эту Благодать Кто Наполнился Этой Благодать Кто Продолжает Наполняться Несмотря На свои Несовершенства Несмотря Еще На Остающиеся Недостатки Уже Радовался Вот Этой Великой Привилегии Вот Этой Чести Вот Этой Славе Которая Пребывает На Всяком Божьем Ребенке Включившимся В Это Святое Служение Израиля Радовался И Праздновал И Не Боялся Приносить Жертвы И Относился К Возможности Приносить Жертвы В этом Служении Так Как Относился Давид Вы Помните Когда Давид Жертвовал Он Пел Гимн Богу Кто Мы И Кто Я Чтобы Ты Божий Дал Нам Такое Наслаждение Так Жертвовать Тебе Я думаю Что Это вполне Реально Вполне Возможно И Каждый Кто Действительно Рожден Божьего Духа Каждый Тем более На Этой На Вечно Обещанной Божьему Народу Земле Каждый Каждый Живой В живых Божьих Духовных Семьях Чтобы Все эти Три пункта Раскрывались Свободно В Божьем Единстве И Для Кого-то Может быть Это Начинается С Жертвы Постепенно Раскрывается В Жертвенном Служении И Потом Сходит Дух Божий И В этом Отцовская Любовь Становится Такой Реальной Что Для Человека Уже Жертва Не Является Жертвой А Удовольствие И Служение Не Является Просто Лямкой Которую Он Почувствует Долго Тянет А Наслаждением И Праздником Возможностью Идти в Этой Триумфальной Процессии И Радоваться И радовать Других И Распространять Эту Радость Семогущего На Всех Кто Готов Ей Открыться А Кто-то Прямо С этой Радости Из Просто Вот так Вот Человек Открывается И в самом Начале Своего Пути Или Когда Может быть Он после Отступничества Возвращается В Бог И Он Понимает Что Бог Меня Принял Вот Такого Какой Я Есть Меня Я Я Я Знаю А Он Знает Еще Больше Об Мне И Тем Нем Любит Принимает Обнимает Поднимает Своему Сердцу Вот Это Да И Человек Празднует И Веселится И Торжествует И Победа Божья Через Него Открывается И Потом Он Уже Не Может Не Служить Потому Что Как Можно Не Служить Такому Богу Который Мне Натурально Все Простил Который Отдал Единственного Безгрешного Сына За Меня И Смыл Всю Мою Гадость И Обновляет Меня Каждый День Своим Милосердием Как Можно Не Служить Такому Богу Который Устраивает Мне Праздник В духе С утра До Вечера И Так Далее Не Важно С какой Стороны Мы Заходим Главное Чтоб Полнота Этого Исполнилась В нашей Жизни И Может Быть Я С вашего Позволения Помолюсь За Вас Да У нас После Тупи Швата Не Библейского Праздника Но Красивого Будет Пури И По Книге Страх Вот Уж Кто В принципе Не Будет Готов К Тому Чтобы Стать Спасительностью Еврейского Народа По Разным Религиозным Народным Понятиям Какое Невозимое Тем не менее Если Бог Совершил Такое Чудо Состояние Это Принеся Себя В жертву Открыло Ворота Спасения Для Всех Евреев И Потом Начался Такой Праздник Который Не Прекращается Уже Около Двух С половиной Тысяч Лет То Если Она Смогла То Любой Из Нас Сможет Аминь Сейчас Вас Поздравляю Ну Что Может Поднимемся Продолжение следует Руах Мы благодарим Тебя За То Как Ты Действуешь В Твоей Общине Благодарим Тебя За Благодать Ишила Которую Ты Передаешь Здесь Всем Кто Хочет Это Принять Всем Тебе Хочет И Наполнится Руах Ты Знаешь Тех Которые Готовы Приносить Жертву Но Не Верят Что Это Может Быть Радость Ты Знаешь Тех Которые Хотели Бы Праздновать Но Не Хотели Бы Жертвовать И Думать Что Не Готовы Служить Ты Знаешь Тех Которые Воспринимают Служение Как Тяжелую Обязанность И Может быть Еще Не Испытали Удивительного Просто Удивительного Нищем Нищем Несравнимого Наслаждения Служения Тебе И Ты Знаешь Тех Которые Уже Соединили В себе Все Три Составляющих И Радуются Твоим Лицом И Торжествуют Твою Победу И Служат Тебе Радости И Некоторые Жертвы Приносят Так Как будто Это Подарок От Тебя Возможность Ты Знаешь Каждого Из нас И Пожалуйста Восполни Мнение Восполни Каждому Недостающие Дополнительные И Пожалуйста Прошу Тебя Расставать Планы Врага Особенно Сегодня Говорили В отношении Детей Молодежи Покажи Подросткам Молодежи Особенно Подросткам Которые Думают Что Они То Поняли Суть Современной Жизни Нужно Еще Просто Некоторое Время Как Терпеть Небывающих Сх Дрозах Покажи Им Какие Они Дураки Пока Что Как Мало Они Понимают И Знают Но Как Мало У них Гордостей И Как Сильно Ты Их Любишь Помоги подросткам и молодежи не обязательно погибать в своем обращении, чтобы потом уже как отступники, хлебавшиеся до этого мира, возвращаться к ним. Помоги ценить то, что у них есть сейчас и использовать это. И благослови всех, независимо от возраста, независимо от национальности, независимо от Бога. Благослови всех твоих священников на этой благословенной земле. И дай ответ и на те просьбы, и на те молитвы, и на те желания, которые ты вложил в их сердца. И развей подделки, развей ложные страхи, развей сомнения и смущения. И покажи, что дорога твоего триумфа открыта для всех нас. Дорога святого триумфа, святого праздника, на которой не бывает змей и подделок. Благослови всех и порадуй твоих детей. Потому что ты окончательный, решительный, абсолютный победитель. И твоя победа раскрывается уже сегодня и раскроется до конца для всех, кто уже сегодня начинает с тобой праздновать. Аминь. Аллилуйя.